Если у вас имеется большая задолженность за услуги горячей воды и отопления, а денег для погашения нет, не отчаивайтесь. В алматинских тепловых сетях предусмотрен договор реструктуризации. В чем его преимущество? После заключения договора реструктуризации мы перестаем начислять пеню полностью. Абонент обязан нести 30% оплаты от основного долга, как гарант того, что он действительно намерен исполнить свое обязательство. По договору реструктуризации абонент может погашать свой долг от 6 до 18 месяцев. Все зависит от суммы долга и состояния потребителя. Заключить данный договор могут только социально уязвленные абоненты – пенсионеры семьи, где достаток меньше, чем прожиточный минимум. Или те потребители, которые воспитывают детей инвалидов или сами являются людьми с ограниченными возможностями. От суммы долга и состояния потребителя. Ну, то есть, если пенсионер проживает один, его прожиточный минимум, естественно, мы его не можем лишить всего, поэтому идем навстречу. Но только при условии, что действительно это есть объективные причины. Потому что очень зачастую бывает такое, что абонент обращается, при этом полноценная семья, и направляет специально старого человека, чтобы вот он каким-то образом воздействовал на нас морально. Пока между поставщиком услуг и потребителем действует договор, приостанавливаются все судебные дела. В случае, если абонент своевременно не выполняет обязательства, тепловики вправе расторгнуть договор. Более подробную информацию вы можете получить на сайте алматинских тепловых сетей www.altz.kz или позвонив в колл-центр 341 07 77. В октябрьских квитанциях некоторых алматинцев будет изменена графа отопления, а именно, будет вписан расчетный период, за который потребителю необходимо будет заплатить. Расчетные периоды, по которым мы формируем плату по приборам учета общедомовым, указаны в октябрьской квитанции, в нижней части квитанции, в ноябрьской квитанции мы уже укажем непосредственно в строчке отопления. По словам тепловиков, при заполнении квитанции очень важно фиксировать показания своих индивидуальных приборов учета именно в тот расчетный период, который указан в ваших квитанциях. Для чего это нужно? Потому что плата и оплата за горячую воду должны, ну как, вбиться в одну дату. Потому что многие жители оплачивают горячую воду и фиксируют показания счетчиков горячей воды. Когда пришла квитанция? Где-то в середине месяца, числа 20-го, когда идет платить, в конце месяца, он смотрит на счетчик, сколько у него кубов, и пишет свои кубы. При этом идет нестыковка с теми показаниями, которые зафиксировал контролер в определенный расчетный период, и которые указаны непосредственно в квитанции. По словам представителей теплосетей, данные, которые абонент впишет в свой платежный документ, они примут, но только в следующем месяце. Все, что вы напишете, мы этому поверим, примем, и если в случае, если в следующем месяце сделаете поправку, конечно, мы ее тоже примем, если вы неправильно в прошлом месяце написали кубы, но это повлечет до собой перерасчеты по всему дому. Это надо понимать, это крайне отрицательно скажется на соседях и на самом абоненте. Так что, если вы не хотите путаницы в оплате за отопление и горячую воду, тепловики просят внимательно заполнять квитанции и вписывать показания приборов учета в тот расчетный период, который указан в вашей квитанции. Если вы видите в графе отопления расчетный период, знайте, этот промежуток относится и к горячей воде, так как общий домовый прибор учета фиксирует как фактическое потребление отопления, так и горячую воду. Редактор субтитров А.Семкин